Позади 11-й тур первенства России по футболу. Во вторник вечером Ивановский текстильщик принимал на своем поле «Локомотив-2» из Москвы. Опасный момент у ворот гостей возник уже на третьей минуте матча. Ивановский футболист Виталий Пугин воспользовался возможностью и забил гол. Остаток первого тайма ивановцы имели голевое преимущество. Однако по числу острых моментов вели москвичи. Был небольшой дисбаланс между обороной и линией атаки. У нас появлялись дыры, в которые соперник хорошо выбегал и хорошо использовал. Все приводило, что это обученная команда, воспитательники локомотивской школы. Квалифицированные футболисты. После перерыва ивановцы немного собрались с силами. Но уже в середине второго тайма нападающий гостей переиграл нашего вратаря в ближнем бою. В итоге ничья 1-1. Объективно, наверное, это закономерный счет для сегодняшнего дня. Были ошибки, которые мы разберем. Бывают такие матчи непростые. Соперни хорошие. Поэтому тут поблагодарить ребят за самоотдачу, потому что сражались. Иногда надо не только сражаться, иногда надо еще играть. Несмотря на ничью, текстильщик сохранил свое второе место в турнирной таблице. Правда, отрыв от лидера команды Псков 747 немного увеличился. Следующий матч пройдет на нашем стадионе в пятницу 21 сентября. Ивановцам предстоит встретиться с командой Днепр из города Смоленск.